Отчеты NVIDIA все ждут на мировых рынках, хотя данные макроэкономически выходят, но настроения пока смешаны. Это рынки сейчас, студия Никит Макаров, коротко о конвенктуре. Вчера закрыли американский индекс и торговую сессию в минус. Индекс S&P 500 широкого рынка потерял четверть процента, NASDAQ высокотехнологический прибавил две десятых индекс широкого рынка, NASDAQ высокотехнологический две десятых и Dow Jones Industrial 17 сотых процента. Одной из причин стоит выделить риторику Воллера из ФРС, который сказал, что вероятность рецессии в США, кажется, исчезла. Бостик по-прежнему ястребина считает, что нужно подождать со снижением ставки и нужно больше данных для решения по снижению ставки, вторит ему Воллер, хотя про рецессию вы уже слышали. Если говорить про открытие рынка, то пока что фьючерсы смотрят вниз, но я думаю, что ситуация сильно изменится после того, как выйдет отчет NVIDIA перед открытием американского рынка. В худшую сторону сегодня на предторговом периоде в США смотрят Lululemon. Lululemon потерял 4% после организационных изменений от Tesla, тоже падает на плохих отчетах о продажах в Европе. Если говорить про азиатские торги, то там гонконгский индекс сегодня продолжил коррекцию, но стабилизируется, 13 сотых всего лишь потерял. Обсудим азиатские торги и что интересно на гонконгской бирже уже в первой части этой программы, а также поговорим про перспективы юаня. Шанхай композит в плюсе, но незначительном, всего 0,02%, а в Европе сегодня отрицательное значение. По индексам сток 600 теряет четверть процента, немецкий DAX 0,2%, КЭК 40, полпроцента и ФУТСи 100, 0,3%. Хотя вышли данные по инфляции в Британии, они вышли лучше ожиданий. Месяц к месяцу цены продолжают свой рост, но на 0,3%, ожидали 0,2%, а в годовом выражении 2,3%. Инфляция составила, что ниже ожиданий ожидали 3,1%. Базовая CPI 3,9% в годовом выражении, но вот здесь это хуже ожиданий, собственно такая негативная реакция рынков. Фунт подрос по отношению к доллару на 0,15%, и подрастают десятилеткие британские в своей доходности аж на 2,4%. В целом на рынках бандов идет рост доходностей, вроде как есть намеки на снижение инфляции, но пока что сложно сказать, будет ли это перерастать и в ралли, и видим ли мы рост именно на рынке долговом. На товарной секции сегодня нефть на споте проседает, но на 0,1% 82,66 доллара за бочку бренд, золото теряет 0,2%, 2420 долларов за тройскую унцию, серебро, треть теряет процента, 2% теряет медь, но пока удерживается на круглой отметке 5 долларов за фунт. Растет пшеница, тестирует новые хаи на засухе в России и снижение урожая, пересматривает количество урожая, об этом пишет и ИКАР. Апельсиновый сок также стал еще одним активом, который бурно растет. Алюминий сегодня добавил 3,7% на российском фондовом рынке коррекция как будто бы закончилась, 4,0% прибавляет индекс ММВБ, даже Газпром прибавил 3,25%, в лидерах роста трубно-металлургическая компания, 4% Яндекс. На новостях о том, что Яндекс.НВ выкупит все акции. Правда, по слухам, цена выкупа около 900 рублей, но это по слухам. Дальневосточное морское проходство 3%, рост сети 0,4%, рост телеком на дивидендах, которые совет директоров предложил, 2%, прибавляет по префам 3%. В лидерах падения Руснефть, Банк СПБ, Биржа СПБ, ВКонтакте, Софтлайн, Фосагра. По рублю и доллару сегодня котировки торгуются на отметке 90,18 рубля, небольшая просадка рубля на 0,11, евро рубль 97,82, здесь рубль укрепляется на 0,1. Евро снижается по отношению к доллару 1,084 и индекс доллара стабилен против корзины мира хвалюст 104,6. Юань отыгрывает 0,2,12 рубля и 43 копейки за юань, биткоин сегодня стоит 70 200 долларов за монету. Переходим к теме этого выпуска, это азиатские рынки, азиатские торги, что там происходит, давайте все это обсудим. Павел Дерябин, независимый эксперт по азиатскому рынку, присоединяется к нам. Павел, добрый день. Добрый день. Павел, последние две сессии индекс гонконгской биржи Хансенг падал, но сегодня падение замедлилось, можно сказать. При этом, как пишет Yahoo Finance, глобальные хедж-фонды наращивают свои позиции, вообще настроены побычи. При этом частные инвесторы не то чтобы убеждены и считают, что вряд ли эта история долгосрочная. Как вы думаете, почему такая разница во мнениях и вообще, что сулит азиатский рынок? На азиатском рынке продолжаются, мягко говоря, такие спокойные времена. Почему мягко говоря? Потому что здесь, в общем-то, рынок пытается нащупать дно. Вот он несколько недель назад от него оттолкнулся. Сейчас идет какая-то позиционная такая история, некая коридорная такая коридор, формируется верхняя граница. Полярность мнений также заключена в том, что вот самые быстрые, самые спекулятивные, самые склонные к риску инвесторам, это хедж-фонды. Они всегда занимают агрессивную позицию и пытаются играть от обратного против тренда, против толпы. Они увидели для себя, что в Китае начались какие-то позитивные сигналы. И они пользуются тем, что открыто достаточно много коротких позиций по китайским акциям. Однако общее настроение по-прежнему не то, что негативное, но какое-то нейтральное. То есть нету триггеров для роста. Китай пытается решить проблему, он признал все-таки проблему с кризисом на рынке недвижимости. Идут программы по стимуляции этого рынка. Но оценки этих стимулов пока недостаточны. То есть все-таки инвесторы, которые отслеживают это, они замечают, что денег китайское руководство пока выделяет недостаточно и мало. Но вот ожидают более серьезные меры по стабилизации рынка недвижимости. Недавно была инициатива о том, что государственные компании могут выкупать вот эти брошенные, заброшенные кварталы, дома, которые, в общем-то, наплодились за время ипотечного кризиса. Инвесторы, которые работают с рынком акций, у них несколько иная картина. Они отслеживают прогнозы, они смотрят на отчетность компаний. Там есть некие позитивные изменения. Ну вот, собственно, такое противоречивое состояние на рынке позволяет верить в то, что начавшийся рост может каким-то образом потихоньку продолжаться. Да, около 300 миллиардов юаней или 41,5 миллиардов долларов Банк Китая выделит на то, чтобы скупать вот эти активы, как вы сказали, не распроданные дома. И получается, что если мы хотим и настроены по быче, то мы должны ждать еще одного стимула. Вообще, насколько еще могут вырасти индексы или рост на текущий момент исчерпан? Ну, я вот много раз наблюдал развороты на рынках, не только в Китае, в Америке, где угодно. В общем-то, эта стадия, она самая тяжелая, потому что никто не гарантирует вам, что через какое-то время не появятся новые какие-то негативные истории. Рынок просядет еще ниже. Для того, чтобы произошел рост и рынок вернулся в некий тренд, нужен некий триггер, да, то есть некая такая ситуация, при которой что-то инвесторам пообещают. Помимо денежных вливаний, им должны сказать, что там трение между США и Китаем как бы подходит к концу. Новый президент США может в этом плане очень хорошо сыграть, да. Но до этих событий достаточно далеко, и, в общем-то, рынок находится в некой неопределенности. Само китайское руководство, оно уже закрыло очень много доступов для спекулятивного капитала. Все-таки вот и было у них и фьючерсная биржа, сейчас этого всего нет. То есть спекулятивному капиталу очень трудно добраться до этих акций и пытаться как-то играть, разгонять котировки. Это и хорошо, и плохо, вот, но, как мы видим, внутренний спрос, как обычно, недостаточен. То есть вот китайские инвесторы, возможно, и покупают сейчас свои акции, да, но их не хватает, этих усилий. Нужны именно усилия спекулятивных крупных игроков, которые приносят заемный капитал. Именно заемный капитал способен что-то изменить на рынке. Но чтобы он пришел, нужны какие-то определенные обещания со стороны руководства страны, а также какие-то резко изменившиеся прогнозы по акциям китайских компаний. Пока же мы видим постоянное усиление санкционного давления со стороны США. Кроме того, риторика вот руководства из США опять же говорит нам о том, что там есть проблемы с Тайванем, есть проблемы с нарушением прав человека и тому подобное. Давайте поговорим про конкретные акции. Вот акции Гонконга снижаются на фоне ухудшения настроения. Акции или авто упали на 19% после удручающих отчетов. Также компания Xpeng отчиталась. В принципе, КНР показала розничные продажи автов на новой энергии в мае с приростом 10% месяц к месяцу. Но вот не все хорошо себя чувствуют из производителей. Как обстоят дела у производителей электромобилей? Ну, у нас в Китае, вообще говоря, есть тенденция к снижению котировок этих акций. Дело в том, что такое же снижение сейчас происходит и в США. То есть эти два рынка синхронизированы. И в США многие компании потеряли треть или больше половины своей стоимости за последний год. И, в общем-то, разворота пока не видно. Ну, вот в Китае мы видим, там, Xpeng вроде бы неплохо отчитался и дал надежду всему сектору, что, в общем-то, у электромобилей есть будущее. Ну, мы видим, что качество этих автомобилей растет. LeAuto, вот, допустим, совсем недавно отложил выпуск полностью электрического своего флагманского автомобиля. Мы также смотрим на то, что происходит внутри китайского спроса. И видим, что сами китайские потребители, ну, они, скажем так, любят, конечно, электрические автомобили полностью, да. Но, в общем-то, и не против поездить и на чем-то таком смешанном, да. То есть, где есть совмещение электрического двигателя и двигателя внутреннего сгорания. Так что здесь прямо вот такой стопроцентной любви нету. Поэтому по-прежнему, да, электрические автомобили пытаются пробить свой путь в нашу жизнь, да. Триггер, опять же, здесь нужен. Да, многие отмечают, да, что спрос действительно не такой активный, как хотелось бы. И по-прежнему пользуются популярностью бензиновые и гибридные двигатели. Спасибо большое за экспертизу. С нами на прямой связи был Павел Дерябин, независимый эксперт по азиатскому рынку. Из популярных эмитентов сегодня Tencent потерял 3%, JD.com потерял 3%, и TecTronic Industries упали на 8,4% после смены руководства. Ну, прямо сейчас поговорим про юань и его перспективы, а также, как российские компании занимают в юанях. Евгений Егоров, президент ACI Russia, присоединяется к нам. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Евгений, за последнее время, особенно многие блогеры, любят этим спекулировать, что Китай потихоньку снижает долю других валют в своих трансграничных платежах. Например, доля юаня в нефинансовом секторе в трансграничных операциях Китая в апреле, исходящие платежи 54%, входящие платежи 52%. В среднем за 12 месяцев доля операций в юанях больше 50%, доля доллара меньше 45%. Баланс платежей нефинансового сектора в Китае в долларах почти 200 млрд за год, а в юанях минус 154 млрд за год. Можно ли сделать вывод, что Китай потихоньку насыщает внешнюю экономику юаневой ликвидностью? Безусловно. Причем, учитывая то, что уже достаточно высокая база, это даже не потихоньку, а вполне себе это стратегия, и эта стратегия будет продолжаться дальше. Если говорить про, в том числе, отказ от трежери, Китай еще и сокращает свои инвестиции в американский долг. Вот это вкупе, ФРС, кстати говоря, начали обсуждать, что у доллара и Международный валютный фонд, как прокси ФРС, тоже высказывался на тему, что геополитика имеет свое влияние на не только торговлю, но и на доллар. Вот из этого всего можно ли сделать вивод, что юань будет и дальше отвоевывать доли, и, возможно, снижать доминацию доллара? Да. Короткий ответ – да. Я в этом уверен. Эта тенденция будет продолжаться. Если говорить про Россию, буквально, наверное, год назад, когда был задекларирован переход на восток, многие банки испытывали проблемы с юаневой ликвидностью. Как обстоят дела сейчас в России? Сейчас получше, но все равно базы еще недостаточно, и дисбалансы периодически появляются. Когда-то есть дефицит ликвидности, когда-то есть переизбыток ликвидности. Это, в принципе, нормально, но здесь важнее другое. Я понимаю, что наши экономические субъекты, физические лица, юридические лица переключились с одной модной темы евро и доллара на другую модную тему юань. Но здесь прежде всего в процессе развития, увеличения этого рынка нужно понимать, что сейчас юрисдикции фрагментированы. Сейчас Российская Федерация находится в особых условиях. Право избирательно. Поэтому, при всем при том, что я также держу какую-то часть юаней, но я понимаю, насколько это может быть в российской юрисдикции, иметь некоторые последствия. А какие последствия? Какие риски тут? Прежде всего, это проблемы с расчетами. Мы уже в какой-то степени наблюдаем волатильность возможности проводить расчеты. И мне кажется, что история еще не закончена. Вы имеете в виду, что некоторые банки, опасаясь вторичных санкций, эти расчеты закрывают? Да. И в этом плане, в каком-то смысле, на протяжении двух-двух с половиной последних лет, ситуация скорее ухудшается в той или иной степени еженедельно. И, в общем-то, монотонно приходится проводить огромную работу всей финансовой инфраструктуре, чтобы поддерживать на хорошем уровне возможность заопинировать комплексы. Если ситуация ухудшается, то чем можно объяснить, что объем выпуска юаневых облигаций за неполные 5 месяцев 2024 года приблизился к 27 миллиардов юаней? Ну и вот в целом высокий интерес. Вот Акрон, например, 21 мая закрыл книгу заявок по размещению дебитного выпуска облигаций в юанях с доходностью 7-75%. Почему так? Ну, скажем так, теоретически, даже если все расчеты внешне закроются, теоретически можно продолжать внутри России, покупать юань, продавать, выпускать облигации. Но это будет достаточно, скажем так, условный актив. Обусловлено это прежде всего тем, что, как я уже говорил в начале, мода евро-доллара переключилась на другую моду юань. Но, мне кажется, далеко-далеко не все понимают последствия удержания в периметре юридикции Российской Федерации юаня, юаневых активов и так далее. С одной стороны, конечно, понятно, и физических лиц можно понять, и юридических, что надо диверсифицировать свои активы. Надо вроде как на что-то менять доллары, евро, которые у нас были 3 года назад. Но, возможно, правильный путь все-таки в том, чтобы в Российской Федерации в значительно большей степени, да, и почти под 100% оперировать рублем. То, что касается юаня, это операционные расчеты, экспорт-импорт, а вот уже долговые операции, да, делать, ну, скажем так, если физические лица набирают депозиты в нашей банковской системе, чтобы здесь в юанях размещались китайские компании, да, учитывая то, что у них особенно есть дефицит на их рынке. Потому что вот это вот стремление по низкой ставке привлечь юань со стороны разных компаний, это объяснимо. Ставки в юане сейчас меньше, чем доллары. Да, действительно, понятно, это и ставки, и, с другой стороны, они ведут бизнес, как раз переориентировали на восток. У нас заканчивается время, спасибо большое за экспертизу. С нами на прямой связи был Евгений Егоров, президент ACI Russia. Напомню, что американские рынки сейчас ждут отчета NVIDIA, и это будет драйвером для их динамики. Будьте в рынке вместе с РБК.